МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Соцконтракт стал мощным подспорьем для развития фамильной фермы. Благодаря соцслужбе и соцконтрактам, то есть мы первый год оформили соцконтракт на покупку маточного поголовья гусиного, второй год мы оформили инкубатор, чтобы можно было выводить уже гусятами, цыплятами. В этом году уже оформили на покупку оборудования. Реализовать экологическое мясо птицы пока что получается через знакомых, но Андрей не отчаивается и планирует расширить производство до крестьянско-фермерского хозяйства. Благо, большая часть оборудования уже есть. Нашу съемочную группу пустили в святую святых, в инкубатор, рассчитанный на 3000 яиц. Оказалось, выведение цыплят и гусят – это очень трудоемкий процесс. Мы начинаем в апреле месяце закладывать. И все, и с этого момента ночами не спим, потому что приходится ходить в инкубатор, опрыскивать, проветривать, то есть через каждые два часа. Прокудина воспитывает троих сыновей. Ольга рада тому, что их дети растут дали от города. Хозяйка фермы признала, что начинать новую жизнь в деревне было сложно. Чтобы добиться успеха, пришлось запастись терпением. Было очень трудно поначалу привыкать. И работы очень много было. И дом не обустроен был полностью, он был нежилой абсолютно. За первый год мы это освоили, а потом уже начали заниматься разведением птицы. В этом году в их доме ожидается пополнение – новый шкаф для выведения цыплят. Для его покупки уже составлен контракт на 65 тысяч рублей. В 2019-м представители соцзащиты планируют помочь еще тысячи ульяновцев. 68 миллионов рублей должны быть вложены в улучшение качества жизни наших земляков. Виктория Черкова, Юрий Конихин, Новости Уллправди ТВ.